Насколько важно выработать сейчас иммунитет к нашим подрастающим поколениям, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которой в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. Ну, вот какие вопросы мы с вами уже так рассмотрели. Но скажу вам это только начало, поскольку в концепции затрагивается очень много вопросов. И, кстати, я вам скажу, все эти вопросы действительно насущные. Особенно появляется много вопросов в связи с развитием различных медицинских технологий, которые ставят человека перед совершенно новыми проблемами, которых никогда не только не было, но и даже и представить себе никто не мог о существовании таковых. Так вот, постараюсь вам поговорить еще о некоторых вещах, которые здесь затрагиваются. Читаю. К допустимым средствам медицинской помощи от бесплодия может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза. Искусственное. Правда, до этого концепции прямо предупреждают. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Но если все-таки они, несмотря на это, а случаи уже такие были, я помню, ко мне подходили некоторые молодые, ну уж, ну не могут и все, ребенка им надо. Ну вот, тогда концепция говорит о том, что возможно, допустимо, но при условии только таком, что будут брать не откуда-нибудь эти клетки мужские, а именно от мужа, чтобы не нарушалась целостность семьи. Вот, напротив, запрещается манипуляция, связанная с донорством этих клеток. Вам придется с этими делать, да, с этими вопросами. С донорством, то есть, что такое донорство в данном случае? Это запас чьих-то мужских половых клеток. И потом, по необходимости, пожалуйста, женщина пришла, мне, пожалуйста, платите, сейчас мы вам сделаем. Чьи это клетки? От кого это клетки? Никто, никому дела нет. Вот эту концепцию решительно отвергает, поскольку, говорит, это нарушает целостность личности и исключительность брачных отношений, поскольку здесь присутствует вторжение в них третьей стороны. Использование донорского материала подрывает основу семейной взаимосвязей. Вот так. Поскольку предполагает наличие у ребенка помимо социальных родителей, ну, которые, вот, те, которые его являются, так называемых биологических родителей, о которых он может даже, по крайней мере, отца и не знать. Кто это такое? Еще один вопрос, который здесь рассматривается, так называемое суррогатное материнство, то есть вынашивание плода другой женщины, которая после родов возвращает этого ребенка заказчикам. как к этому относится концепция? Утверждает, что это противоестественно и морально недопустимо, даже хотя бы это осуществлялось на некоммерческой основе, там, по дружбе, по знакомству и так далее. и объясняет это. Эта методика предполагает нарушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину материнские чувства, которые попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмприонов. Экстракорпоральное понятно? коммункулес, человек в пробирке. И концепция объясняет, именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом, достоинство за эмбрионом, признание это, основана моральная оценка, в частности, аборта, осуждаемого церковью. также еще один момент. Видите, нам приходится касаться каких вещей. Облодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация репродуктивных прав, в кавычках, одиноких мужчин, а также лиц так называемой нестандартной сексуальной ориентации, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Тут очень сильные затем слова приводятся. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Ну, все, теперь это входит все с большей силой. Внедряется, во-первых, в сознание и, конечно, в практику. Теперь вопрос о наследственных заболеваниях. Вот здесь концепция, в общем, говорит о том, о чем мы с вами рассуждали, когда касались различных видов греха или, если хотите, повреждения. В частности, в данном случае речь идет о так называемом родовом повреждении. Речь идет прямо. значительная часть общего числа недугов является наследственными. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению болезней и облегчению страданий многих людей. однако важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побеждается духовным усилием. «Если же из поколения в поколение порог властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания «Ужасен конец неправедного рода». Вот то, о чём мы с вами как раз вы, наверное, может помните. «Ужасен конец неправедного рода». Вот оно родовой грех, родовая повреждённость. Так вот, поэтому концепция дальше делает такой вывод. Вы знаете, чем отличается текст концепции? Что тут основные моменты, они выделены чёрным шрифтом. На фоне белого, обычного текста, дальше чёрным шрифтом, выделенным шрифтом, вот обозначены наиболее, так сказать, ну, важные места. Но я их вам, как правило, зачитываю, чтобы вы могли обратить внимание. привлекаем внимание людей к нравственным причинам, к нравственным, видите, причинам недуга. В церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное усовершенствование в кавычках человеческого рода. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласием пациента или его законных представителей. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома. Вам понятно, геном, совокупность наследственных особенностей. Связана с изменением генома в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Затрагивается очень, я вам скажу, насущная тема. Это попытка внедрения в геном человека и изменения его наследственных свойств, в данном случае и индивидуальных даже свойств, и наследственных свойств. Сейчас, как вы знаете, на это обращено очень большое внимание в генной инженерии, и тут, конечно, мы не всё знаем, но даже из того, что знаем, уже вызывает страх подчас и ужас. вот в связи с развитием этих генетических медико-генетических методов возникло уже что? Широкое, всё более широкое распространение приобретает так называемое генетическое тестирование. Речь вот о чём? О том, кто, что это за человек, так сказать, родиться, с какими уже наследственными свойствами. Но если положительные, конечно, интересные, то отрицательные особенно привлекают внимание. При этом уже начинается, ну, по-видимому, пока ещё достаточно подспудно, и не везде, но создание так называемого генетического паспорта, генетического паспорта, в котором отмечаются все, так сказать, возможные заболевания будущего ребёнка, все его, так сказать, отрицательные, может быть, свойства. И вот концепция подчёркивает, что наступает реальная опасность злоупотребления этими генетическими сведениями. Почему? По очень простой причине, что это может послужить послужить тому, что родился человек, и он уже дискриминирован. Приходит на работу куда-то, паспорт, генетический паспорт, а, нет, вы нам не подходите, вы нам не подходите. Понимаете, какие вещи? Как вот и было, и сейчас есть, когда человек, совершивший ранее преступление тяжёлые, всё же это фиксировалось, и затем по причине некоторых преступлений людей, этих людей не могли брать и не брали на определённые виды работы. Некоторые могли вообще только заниматься самым таким грубым физическим трудом. Уже нельзя допускать. Так и здесь вот этот генетический паспорт сразу открывает всё, что есть болезненного, несовершенного в человеке. И, может быть, эти болезни не столь уж и серьёзные, но зачем брать его, когда можно взять совершенно здорового? Концепция предупреждает. Поэтому генетические идентификации и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения, свободы личности. То есть, когда человек хочет, мать, отец хотят, получат сведения только для себя, но никуда дальше. Но попробуйте вы теперь усмотрите. Вам дали данные, они же остались и там. Оттуда они могут пойти куда угодно. ещё один вопрос. Двойственный характер имеет методы пренатальной диагностики. То родовой. ещё когда ребёнок во чреве матери. Это продолжение этой же темы генетического тестирования. Вот. Вот эта диагностика предполагает, конечно, узнать уже недуги ещё в самой ранней степени на стадиях внутриутробного развития. Но вот некоторые из этих методов могут представлять угрозу даже для этого ребёнка. Сами методы исследования